Здравствуйте, друзья! В эфире канал Ньюрошворд. С вами я, Юрий Гемельфар. И сегодня у нас в гостях экс-разведчик-нелегал Сергей Жирнов. Добрый день, Сережа. Добрый день, Юра. Добрый день всем нашим зрителям. Сережа, вопрос связан с тем, что какие-то неизвестные дроны, ни одна страна не взяла на себя ответственность, они атаковали аэродромы в Курске, в Рязани, но что самое интересное, они это сделали в Энгельсе. Я напомню, Энгельс это город-спутник Саратова, там расположена авиабаза стратегической авиации. где расквартировано в том числе ядерное оружие. Там 20 стратегических ракетоносцев Ту-95 и Ту-122. Из них повреждено было 2, то есть 10% содержимого базы. Всего у России, я напоминаю, 60 таких ракетоносцев. Но ты понимаешь, Сережа, вопрос-то вот в чем. Есть такое понятие ООО, особо охраняемые объекты, которые всегда прикрываются с воздуха. Стратегические авиабазы виноваты. Одни из них. Я прошу прощения. И вот интересная получается вещь. А где было ПВО? Я навел справки в Израиле. Поговорил с офицером ВВС. И он говорит, Юра, ты не представляешь себе уровень раздолбайства, который там существует. Там все уверены, несмотря на бравурные речи, что Америка не нападет по этому уровень. Алкоголизма и пьянства, в том числе и во время боевого дежурства, там зашкаливает. Он говорит, Юра, ты слишком хорошо о них думаешь. Там забили то, что вам по пояс будет. На всю эту службу и бухают там по черному. Какое ПВО? И вот я задаю вопрос. Это были два неизвестных дроны. Ни одна страна не взяла ответственности. А что будет, если там будет, скажем, пять томагавков? Без ядерного оружия. Это самый интересный вопрос, который мы задаем за последние девять месяцев. То есть мы, во-первых, за последние девять месяцев мы узнали, что у Российской Федерации нет армии. Просто нет ее. Мы узнали, потому что у нее на бумажке написано, что в вооруженных силах Российской Федерации два миллиона человек. В том числе один миллион сто пятьдесят тысяч под ружьем. Где они? Это один миллион сто пятьдесят тысяч. Когда понадобилось начать войну в Украине, почему-то начали собирать зэков и бомжей. А тем не менее, там говорится, что под ружьем один миллион сто пятьдесят тысяч. Ну ладно, все, мы это узнали. Мы узнали, что у Российской Федерации нет вооружения. Потому что мы узнали, что Рогозина уволили, потому что он говорил Путину в течение последних пяти лет, что у него там суперракеты, сарматы и прочие всякие штуки. Как выяснилось, у него был один единственный летающий сармат. Его запустили в апреле благополучно. И больше ничего нет. Мы убедились, что у России есть штучно какое-то оружие интересное. В том числе, кстати, довольно современное. Там суперракеты какие-то точные, и которые могут обойти все препятствия ПВО. Но они все штучные. А дальше я тебе на твой вопрос скажу, приведу другой пример. А ты забыл такую фамилию? Матьяс Руст. Помню, конечно. Чувак, который, я напомню нашим зрителям, который в 1987 году приземлился на своей авиетке на Красной площади, на своей Цесне. Он приземлился на Красной площади. Интересная тогда была ситуация. Дело в том, что тогда была еще жива легендарная герой Советского Союза Марина Роскова. Она позвонила, а у нее был прямой телефон тогдашнего министра обороны, маршала Соколова. Устинова. Устинов тогда уже помер. За два года до этого. После него был Соколов. А кого же тогда снимали? Не наоборот? По-моему, наоборот, Устинов стал местом. Устинов в марте 1985 года в базе почил. Тогда мне с него назначили маршала Соколова. Она ему позвонила и сказала дословно следующее. Над Красной площадью совершает маневры самолет с крестами. Все маневры свидетельствуют о том, что он намерен позвонить посадку. Ога, сказал Соколов. Благодарю за службу. После чего спросил, сколько лет Марине Росковой. Ему ответили, сколько лет. Действительно, дама была в возрасте. Мы не будем называть возраст женщины. Это неприлично. После чего Соколов почесал висок и махнул рукой. Через 15 минут ему позвонили его адъютанты и доложили. Соколова сняли. Назначили Язова. Да, ну, значит, вот, это из истории, да, для того, чтобы напомнить, что на самом деле даже в лучшие советские времена, да, когда считалось, что в Советском Союзе уж что-что, а уж до Кремля-то долететь нельзя. Почему это было интересно? Потому что маленький самолетик, он же не просто приземлился на Красной площади. Он же не просто пролетел над Москвой, над которой вообще запрещены полеты. То есть, как только человек подлетает к Подмосковью, он начинает поднимать истребители в воздух, начинают сбивать. Ему говорили, что если через три секунды не поменяете курс, сбиваем. И так далее. Такое, кстати, было. Бывали самолеты, которые сбивали. Вот. А тут он не просто это все делал, а он пролетел две тысячи с половиной тысячи километров из Ажизгермании через всю территорию Советского Союза над Белоруссией. Пересек границу государственную, пересек несколько республик советских, пересек несколько военных округов и нигде его не заметили. Приземлился на Красной площади. Вот это было состояние, то есть, грубо говоря, страны НАТО показали, что при желании Кремль может быть разбомблен в любой момент. В любой момент. И это было ужасно совершенно для советской системы, которую считали абсолютно гарантированно неприкасаемой, по крайней мере, такое место, как Кремль. Вот то, что мы сейчас видели, это примерно такого же уровня. Это примерно такая же вещь. То есть, ты правильно сказал, ООО – особо охраняемые объекты, среди которых аэродромы стратегической авиации, среди которых пусковые площадки атомных ракет, среди которых производство атомных ракет и самого современного оружия. И последним местом бункера Путина там и Кремль, потому что на самом деле это символы, но они ничего не решают. Потому что мы же понимаем, что управление войсками во время войны идет не из Кремля, оно идет из защищенных бункеров, которые все равно тоже известны, их тоже можно разбомбить. То есть, грубо говоря, НАТО послало Путину открытку. Сказал Путин, вот ты нам прислал открытку в Польшу. Кстати, напомню, что 15 ноября точно такую же открытку россияне прислали в Польшу. Потому что в Польше были войска НАТО, и девятый месяц идет война с Путиным, который угрожает ядерным оружием и так далее. И когда пролетели ракеты через границу с Польшей, их никто почему-то не сбил. То есть, НАТО, в отличие от России, то есть вот ты говоришь, да, там в Саратове все бухают. Я в этом абсолютно убежден. Бухают у нас везде. Везде. И почему-то все думают, что если там президентский какой-то объект, бухают в Новогорёво, бухают в Кремле, бухают в Сочи. Там-то не бухают, но ты уже зарядка. Бухают, бухают. Юра, мой кузен, двоюродный брат, служил в девятке. Мой дядя служил в девятке. Обоих уволили за пьянство. Но прежде чем их уволили за пьянство, они сколько лет там бухали в этой девятке. Ты представить себе не можешь, Юра, а как там можно не бухать, если топтуны, которые занимаются охраной этих объектов, они должны по 9 часов или по 12 часов в день, там у них скользящий график 12 через 12, по 12 часов в день топтаться на улице в минус 20, в минус 30. А как ты хочешь не бухать? А это же неинтересно. Ты же просто ходишь как чудак на букву М, ничего не делаешь на морозе. А как ты хочешь не бухать? А люди, которые охраняют все эти объекты, они должны стоять на дежурстве, на боевом дежурстве. И значит там по 4 часа, ну они конечно должны там сменяться, там сложная система. Ну люди, которые служили в армии, они помнят, там караульные, там всё это дело. Но на бумажке это всё. А в реальной жизни все эти люди, вот как вот ты будешь стоять в минус 30, ничего не делают, тупо глядя в небо. И конечно все бухают. Конечно все бухают. Плюс это всё было в советское время, а сейчас российское время, когда всё продаётся, абсолютно всё продано. Мы поняли, когда они стали расконсервировать 12 тысяч танков, из которых только полторы тысячи на ходу. Всё остальное продано на корню, всё продано, всё, что можно было снять с этих танков. Там каркасы только стоят. И даже каркасы иногда продают, потому что на металлолом можно сдать. Вот. И всё. Если вся страна бухая и вся страна коррумпированы, почему должны быть какие-то островки? И вот ты удивился там, а как же девятка, а как же там охраняют товарища Путина? Да точно так же его охраняют. И точно так же такие же бухие девяточники и такие же бухие все эти охранно-стратегических объектов. Кстати, ну они там подчиняются 12-му управлению Министерства обороны, а кое-что даже и ФСО. Потому что ФСО это в том числе охрана особо охраняемых объектов. Вот. Ну в общем всё. И это открыточку прислали. Ребята, Путин, вот ты грозишь миру ядерным оружием, да? И ты считаешь, что у тебя есть дубина, ну вот такая супер дубина, что если всё будет совсем плохо, то вот они-то меня спасут. И вот ему прислали открыточку. Ты удивился, как это дело получилось. А как это дело? Очень просто получилось. Сейчас идёт война в Украине. Значит, сбивают эти самые аллигаторы украинцы с американским оружием. Сбивают российские самолёты. Кстати, российских самолётов очень мало использовалось было в Украине, потому что они поняли, что их легко сбивают. И поэтому у России есть ещё там полторы тысячи летающих машин, современных вполне, которые просто они не используют. Потому что они поняли, что небо для них закрыто. И они поняли другую вещь. Когда ты сбиваешь самолёт, и он разбивается в лепёшку, это одно. А когда он разбивается так, что ты можешь снять с него, самое главное, опознавательный механизм свой-чужой, и поставить его на ракету НАТО, на крылатую, и тогда она может пролететь 10 раз туда-обратно, на все территории Советского Союза. И даже если её заметят, её будут, и ей скажут, пожалуйста, лети, дорогая, потому что ты свой. И поэтому на этот дрон сняли с российских дронов, или сняли с российских самолётов, или сняли с российских вертолётов, или сняли с российских крылатых ракет механизм свой-чужой распознавания, поставили его, и они спокойно пролетели 700 километров до твоего любимого Энгельса, до твоего любимого Саратова, и отбомбились по тушкам этим. Кстати, ты немножко ошибся, Ту-22, а не Ту-122. Но неважно, это техническая деталь. Да, оговорился. Вот, оговорился, да. И всё, и показали, что вот ваш супер секретный и супер, вы считали, что вот он далеко, что вот он там на Вологе-матушке, да, что вот туда-то не долетит, а если долетит, то мы-то за много-много времени увидим, как летит эта ракета на подлётное время и так далее. Вот прилетел дрон, и отбомбил две тушки. Причём, и он мог вообще там ничего даже не сделать, он мог просто упасть и сделать взрыв небольшой на этом аэродроме. Важно было, чтобы он туда долетел. И он спокойно-приспокойно долетел. Всё. Это значит, Путину показали, Вова, у тебя нет ни одного места на территории твоей любимой России, которое ты считаешь закрытой ПВО, до которого что-то может не долететь. И поэтому, когда ты всех нас пугаешь и говоришь, и плюс к тому же, пугаешь и говоришь, что у меня есть дубина, которая на всякий случай, я всегда могу уничтожить весь мир, а ты убеждён, что у тебя вообще эта ракета взлетит. А ты убеждён, что у тебя твои даже стратегические ракеты не находятся в таком же состоянии, как танки, законсервированные времён Второй мировой войны. А почему ты снял Рогозина? Почему ты снял Рогозина, назватель он назначил Борисова? А ты считаешь, что Борисов, он что, лучше Рогозина? Он что тебе, сарматы сделал какие-то? Он что тебе сделал какие-то там ещё что-то наклепал? Вы ракеты клепать не можете, потому что у вас электроники нет для того, чтобы этой ракеты, потому что ваши идиоты 20 лет тебе говорили, что они делают электронику в Зеленограде, а на самом деле они её покупали серым импортом в Китае или в Тайване и ставили на военные ракеты, на военные ракеты стали западную электронику или восточную электронику, заграничную. Это вообще преступление против безопасности государства, потому что самое главное оружие должно быть таким, чтобы его страна могла сама произвести, без единого компонента иностранного. Потому что совершенно понятно, что как только возникает конфликт, все связи с иностранными государствами экономически будут оборваны. А они врали Путину и говорили, мы это делаем в Зеленограде, а на самом деле это покупали обходными путями, где только можно было. И всё, вся страна такая. А чему удивляемся люди? Люди, чему мы удивляемся? Мы живём в бандитском государстве, в котором не существует никаких конститутов, в которых не существует никакой юстиции, в которых не существует института президента, института парламента. Путин ведь не президент, его никто не выбирал никогда, никогда в жизни. Его, кстати, могли избрать, он довольно популярен был среди, так сказать, определенной части российского населения. Но он всегда боялся избраться, то есть у него нет никакой легитимности. Плюс к тому, он же сам говорил, мы можем это вспомнить, он сам говорил, что просидеть больше двух сроков – это идиотство. Это он говорил в 2000 году. Да, мы ему сойти с ума, это правда. Конечно, конечно. И в этом смысле это очень интересная вещь, это замечательная вещь, которую мы увидели, а это значит, что Российская Федерация не является никакой военной державой, и тем более Российская Федерация не является супердержавой. И все, им нужно пока не поздно, пока не поздно понять, что нужно вывести войска из Украины и согласиться стать обыкновенной региональной страной, банановой республикой, которая продает сырье, нефть, газ и прочие всякие штуки, и за счет этого более-менее неплохо живет. И не претендовать больше на надувание щек, на то, чтобы показывать всему миру какой-то путь светлый, не претендовать со своей церковью, что вы лучшая церковь в мире, и вообще не бороться ни с каким ни с сатаной, ни с нацистами, ни с чем. Вы у себя разберитесь сначала. Вот когда у вас не будет больше ни одного сортира, когда у вас в стране, которая является главным производителем газа в мире, когда у вас будет газифицирована вся страна на 100%, когда у вас будут все ветераны Великой Отечественной войны 80 лет спустя получат обещанные Сталином, Хрущевым, Брежневым, Андроповым, Черненко, Горбачевым, Ельцином, Путином квартиры, наконец, да, хотя на самом деле они все уже померли, эти ветераны, так их и не получив, когда вы наклепали новых ветеранов, и они точно так же будут стоять в очереди в собесы, и будут обирать подроги, и будут стоять на паперте церкви, чтобы просить подаяния, потому что вы не можете им выплатить никакое пособие. Вот когда все это будет нормальное, вот тогда будете надувать щеки. А пока вот отбомбились потушкам в Энгельсе. НАТО. Во всем этом, Сереж, мне одно обидно. Вот из, ты сказал, из 12 тысяч танков 10,5 разворовали, то разворовали, все разворовали. Как известно, это же евреи всю Россию продали по кусочкам, я только не понимаю, где моя доля. Где моя доля, мальчик переманит. Вот я не понимаю. На большом каретном. Вот-вот, где мои 17 лет. Ой, бочки мои. Где мой черный пистолет? Вот это самый главный вопрос. Сереж, спасибо огромное за ценнейшую информацию, интереснейшую беседу. Друзья, я напоминаю, вы слышали точку зрения Сергея Жирнова. Ну, я напоминаю другое. Выводы делаются только вам. Подписывайтесь на канал Нью-Рашворд. Обязательно подпишитесь на канал Сергея Жирнова. В заглавии будет гиперссылка. Ну, а также слава Украине. Героям слава. До встречи, друзья. До свидания.